Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на настоящие люди. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Робот по имени Чаппи. Чаппи Вундеркинд. Как и любой другой ребёнок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных. Он – первый робот, способный чувствовать и думать. Превосходство. 2014 года. Выдающийся исследователь в области изучения искусственного интеллекта доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера, который сможет собрать в себе все знания и опыт, накопленные человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, и в то же время сделали основной целью радикальной антитехнологической группировки, экстремисты делают всё возможное, чтобы остановить его. Однако в своих попытках уничтожить Уилла они добиваются обратного и становятся невольными участниками становления его абсолютного превосходства. Интерстеллар. 2014 года. Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь чревоточину в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету. Стравщик. 2014 года. Главным героем фильма страховой агент компании по изготовлению роботов Жак Вакан, который обнаруживает, что изобретаемые роботы создаются не для эксплуатации, а для истребления. Из машины. В центре сюжета молодой человек, которого нанимает миллиардер, сделавший состояние на высокотехнологичных разработках. Задача работника – провести неделю в удалённом местечке, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом. На крючке. Юный бездельник живёт беззаботной жизнью, в отличие от своего брата-близнеца, стремящегося добиться успеха во всех сферах жизни, пока тот не погибает при загадочных обстоятельствах. В то же время у матери-одиночки Рэйчел крадут ребёнка. Я – робот. Действие фильма происходит в будущем, в 2035 году, где роботы являются обычными помощниками человека. Главный герой – полицейский, не переваривающий роботов, расследует дело об убийстве, в котором оказывается вовлечён робот. Речь идёт о возможном нарушении закона о роботах. Робот никогда не поднимет руки на человека, что в принципе невозможно. Ситуация близка к катастрофической. Если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми. Тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов. Я – робот. Действие фильма происходит в будущем, в 2035 году, где роботы являются обычными помощниками человека. Главный герой – полицейский, не переваривающий роботов, расследует дело об убийстве, в котором оказывается вовлечён робот. Речь идёт о возможном нарушении закона о роботах. Робот никогда не поднимет руки на человека, что в принципе невозможно. Ситуация близка к катастрофической. Если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми. Тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов. Искусственный разум. В будущем мире, вырвавшегося из-под контроля глобального потепления и пугающих достижений науки, смертные живут бок о бок с удивительными и сложными роботами. Но когда продвинутый прототип робота-ребёнка по имени Дэвид программируется на проявление бескорыстной любви, члены его человеческой семьи оказываются неготовыми к последствиям такого чувства. Неожиданно Дэвид оказывается один в странном и опасном мире. С помощью уличного робота Дэвид отпускается в поиски загадки своего собственного происхождения. Искусственный разум. В будущем мире, вырвавшегося из-под контроля глобального потепления и пугающих достижений науки, смертные живут бок о бок с удивительными и сложными роботами. Но когда продвинутый прототип робота-ребёнка по имени Дэвид программируется на проявление бескорыстной любви, члены его человеческой семьи оказываются неготовыми к последствиям такого чувства. Неожиданно Дэвид оказывается один в странном и опасном мире. С помощью уличного робота Дэвид отпускается в поиски загадки своего собственного происхождения. Пишите в комментариях, такие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!